Потому что можжевельники сами по себе растут очень медленно. Вот этот можжевельник, видите, бонсайный. То есть вот эти вот ветки, которые у него идут, они каждый год щиплются. И для того, чтобы вырастить такое растение, нужно вот, ну, не меньше 20 лет вот сам вот этот можжевельник расти. И плюс к этому еще его, ну, лет 10 щипать. Вот лет 10 щипать как минимум. А вот ели вот эти... Значит, вот это вот ели не обычные, которые растут в нашем лесу. А это все ели сербские, которые растут в Балканских горах. И вот чем ель сербская характеризуется? Оно, во-первых, устойчивое к короведу. Во-вторых, в отличие от нашей елки, видите, вот низ у него голубой, низ у него голубой, а верх у него зеленый. И габидус у нее идет, габидус, то есть это форма кроны. Она идет, видите, вот такая пендулистая, то есть поникшая. И вот внизу, видите, вот как гирлянды висят тоже веточки. Ну, то есть это вот растение, как, ну, будем говорить, рождественской елки. А сколько лет этой ели? Значит, вот этой ели, вот этой ели не менее 20 лет, не менее 20 лет. Скажите, если здесь всего лишь на полтора метра эту территорию, скажем так, отрежут, то эта ель, она пострадает или она сохранится? Нет, вот вы видите, если на полтора метра убрать территорию, вот тут уже все растения, все растения, которые были по первоначальному варианту, они все растения вот эти убраны. Причем убрали вот то, и тут говорят, но тут тоже вот уникальное растение. Вот перед вами, вот там, например, стоит вот это дерево, сейчас его не видно, это осина, осина, которая растет не у нас, а эта осина растет в Америке. И у него очень красивый разрезной баригатный лист. Вот тоже вот видите, вот этот куст, это не просто куст растет, то есть это называется растение фастегиатной формы. То есть вот все ветки у этого растения идут вертикально вверх, вертикально вверх. Вот побеленный ствол, это не береза, это не береза, это японская сакура.